Доброе утро, дорогие друзья! Шаву Атов, доброе утро! Хорошего месяца, Адара! Продолжаем учить Тору. И шалом, надеюсь, что наши российские слушатели тоже нас услышат. С Божьей помощью, конечно, странные вещи творятся. Все, дорогие друзья, шалом, шалом! Ну, значит, Шаву Атов, был я на этот шаббат, проводил семинар Арахим. Был шаббат, была большая русскоязычная группа, очень интересно было. И, значит, было три лекции у меня, три лекции было у меня. Первая лекция была на тему ценностей шаббат, да, ценностей человека и шаббат. Вторая тема была, это свобода выбора. И третья тема была еврейский рассвет, как вообще, что такое еврейский рассвет. Значит, очень интересно, я, когда готовился к этим трем лекциям, получилась очень такая мне понятная, открылась вещь интересная, что у каждого из нас действительно мы живем в мире, в мире своих ценностей, да, что-то важно, что-то менее важно. И вот человек, он в зависимости от того, какие у него ценности в данный момент, да, что для него важно, происходят его выборы, его отношения к реальности. И когда выходит на первое место Всевышний, да, как ценность, и сейчас проще, да, вот когда рушатся все ценности, там, например, работа, нет работы, там, комфорт, нет комфорта, то есть, ну, все это разрушилось. И тут вдруг ты видишь, за этими вот, знаете, как, бах, все разрушилось. А что есть? Всевышний, то есть, есть Всевышний, и ты одна сейчас писала, психолог я видел, она пишет, я, говорит, сейчас, я не психолог сейчас, я просто человек, и как человек я молюсь, плачу, молюсь и плачу. Вот она написала, я не психолог сейчас. И вот именно вот этот вот все, все наносное, оно как бы слетает и остается человек. А что такое человек? Молюсь и плачу. Потому что, в принципе, этот мир, он и так мир, в принципе, тяжелый. Просто мы это не замечаем, и в хорошие периоды мы сами себе придумываем проблемы. А потом наступает плохой период, и мы вдруг замечаем, что, оказывается, это же был хороший период. Что вот тот период, в котором мы жили, это и был хороший период. Как двое встречаются, один другому говорит, как дела? Он ему говорит, ой, ты знаешь, одни проблемы, проблемы, сложности. Столько у меня сейчас проблем. Он говорит, ну, слушай, бывают в жизни черная полоса, белая полоса. Значит, у тебя еще черная полоса. Встречаются они через неделю, вот как раз сейчас, наверное, они встретились. И тот говорит, ну как, у тебя черная полоса прошла? Он говорит, ты знаешь, говорит, я сейчас понял, это была белая полоса. Вот то, что я называл тогда проблемами, и то, что я считал, что это была черная полоса, это была конкретная белая полоса. Я вот сейчас тоже думаю, месяц назад у меня была прекрасная белая полоса. И сейчас тоже белая полоса. Хорошо, друзья, да. Значит, мы продолжаем изучать. Сегодня десятая дара. Второй. Смотри, никто ни тем не перейтидывается. Светлана, вот очень самое важное, не суди других людей, потому что, ну, не суди и не судим будешь, да. То есть, каждый человек, он всего лишь человек. И женщина, которая там под бомбежками, не дай бог, там у нее могут быть, ну, там страшные вещи. Какой психолог? То есть, тут люди, ну, реально, мы находимся сейчас в таком самом кризисном периоде за все время, которое я вообще в жизни видел. Значит, сейчас. Хорошо, значит, я сейчас не протеилим не буду. Сегодня у нас, смотрите, я сегодня вам хотел рассказать одну вещь, очень важную, интересную. Вот многие люди, они говорят, что если бы я жил во время, во время чудес, если бы я видел чудеса Всевышнего, то я бы тогда был бы верующий. И, а так я не вижу чудес Всевышнего, то есть, не вижу чудес Всевышнего, поэтому, поэтому все как бы идет по норме, все идет нормально. И тут я как раз читал такую вещь сегодня, вот утром я учился, и очень там было интересно написано, что жить во времена чудес и видеть чудеса Всевышнего, это очень опасно. Почему это очень опасно? И почему Всевышний перестал делать открытые чудеса, такие явные чудеса, как это было при исходе из Египта, например, когда было 10 казней, раступление моря, когда Всевышний обращался с горы Синай, и все слышали, видели голоса, почему, почему Всевышний перестал делать вот такие явные чудеса, которые идут вне закона природы, и перешел к скрытому управлению миром, которое тоже чудеса, но могут увидеть это чудо только немногие, те, которые действительно вдумываются и видят духовные какие-то корни событий. И почему из этого следует, что тот, кто видит, начинает видеть Всевышнего, он тоже попадает в новую реальность, но эта реальность, она не такая простая, как кажется. Вот смотрите, значит, ответ такой, это Стайплер, такой был Яков Истроль Каневский, Стайплер его звали, назвали, такой великий был мудрец. Он говорит, вот давайте мы посмотрим, какая обратная сторона медали. Если Всевышний делает открытые чудеса, то тогда человек лишается свободы выбора. Для него очевидно, что есть Бог, и у него нет никаких сомнений. И если в этом случае он выбирает Всевышнего, так ему за это нет награды. Невозможно не выбрать и сказать, что не, Бога нету, если ты на уровне пророка, и ты видишь всю эту духовную реальность. Как ты можешь сказать, что Бога нет? Значит, у тебя нет награды за то, что ты выбрал Всевышнего, за то, что ты веришь в Него. Теперь второе, обратная сторона медали. Если ты в этом состоянии, когда ты видишь Всевышнего, начинаешь не выполнять Его волю, идти против Него, то следует на таком же чудесном уровне немедленное наказание. Как было, когда они прошли, море раступилось, потом они получили Тору, и потом, значит, сделали золотого тельца. Сразу же, моментально, те, кто делали, они сразу же умерли, и их потом убили, остальных, да, все остальные получили наказание 40 лет в пустыне, они ходили в пустыне. То есть, моментально идет ответ, если ты нарушаешь волю Всевышнего, если он проявляет себя вот этим, то, что мы называем чудесным образом, явным чудесным образом. Дальше приводится пример Корах, например, да, Корах, который восстал против Маше, разверглась земля. То есть, если он знал про Всевышнего, и он при этом же шел против Него, сразу идет наказание. То есть, если мы посмотрим весь тот период, который был после выхода из Египта, когда Всевышний проявлял себя явно, то тогда получается, что когда Всевышний проявлял себя явно, то сразу шла вот эта раздача, моментально идет наказание тем, которые не идут против воли Всевышнего. Значит, да, действительно, давайте, чтобы наша с вами учеба Торы, прежде всего, она привела к миру, чтобы наступил мир, чтобы те люди, которые являются проразжигателями усиления войны, а сейчас это страшно. То есть, каждый следующий этап накаливания, накаливание, он может привести к, ну, страшно даже представить, куда это идет. Сейчас там НАТО, например, оно передает оружие, и говорит, если Россия говорит, если вы передадите оружие, мы нападем на вас. НАТО говорит, если вы на нас нападете, мы ответим. Мировая война, мы находимся на породе мировой войны, поэтому мы все должны молиться невероятно, с огромным-огромным таким прямо, неважно, где мы сейчас находимся, мировая война, она всех зацепит. Поэтому мы должны молиться, чтобы война, вот эта война, она остановилась. Немедленно, прям, конкретно, чтобы она остановилась, эта война. И я вам скажу так, что проводили когда-то психологический эксперимент, садили людей, вот так вот, и говорили им под столом, бейте друг друга ногами, и бейте друг друга ногами, но возвращайте удар в два раза сильнее, чем вы получили. Нет, не так. Возвращайте удар такой же силы, ровно такой же силы, которую вы получили. Вот такой был эксперимент. Очень интересно. Запомните его, можете прям конкретно, с помощью этого инструмента, эксперимента, вы поймете, что происходит. Смотрите, говорили людям, вот вы сидите под столом, у вас ноги под столом, ученые говорили, и друг напротив друга, и один бьет другого, а второй ему отвечает с такой же силой. Значит, ну, начинали люди, один другого так легонько бьет, а тот ему отвечает сильнее. Он его бьет сильнее, он его бьет еще сильнее, он его бьет еще сильнее. Через буквально там 2-3 минуты они уже били друг друга со всей силы. Чем объясняется этот эксперимент? И так делали несколько раз, и все доходили до очень резкого и быстрого усиления ударов. В чем это заключала суть эксперимента? Когда человек бьет другого ногой в ботинке по ноге, он не чувствует боли второго. То есть ему же не больно, и он его бьет. Ему кажется, что он его еле-еле ударил. Но тот, который без ботинка, он чувствует боль. Очень сильно. И он, когда бьет второго, он бьет, чтобы дать ему такую же боль, которую почувствовал сам. То есть он бьет сильнее. Тому еще больнее. Он думает, что это такое? Значит, я его еле-еле ударил. Он же не чувствовал, как он его ударил. Ему казалось, что он его просто чуть-чуть дотронулся еле-еле. Он ему отвечает. И он бьет в ботинке, бьет его по надеке, без ботинка, по надкоснице. Тому больно. А тот, который бьет, ему же не больно. Ему же удобно. Он бьет ботинком. И так они доходили. Каждая пара доходила до максимального силы ударов буквально в течение нескольких минут. Это то, что мы видим сейчас. Каждая... Ну, то есть, это очень страшно, когда начинают воевать. Люди, которые начали воевать, они уже будут воевать до последнего, да? А мы с вами, которые... Эта война пока не зацепила. Слава Богу. То есть, кого-то зацепило. Но воюют сейчас с двух сторон две армии, в которых по 150 тысяч человек. По 150, по 200 тысяч человек. И весь остальной мир. 2 миллиона 300 тысяч беженцев уже ушло с Украины. 100 миллионов россиян уже превратились в Северную Корею. Их закрывает сейчас их Советский Союз. Конкретно идет запаковка такая, цементирование, чтобы они получали информацию только из одного источника пропаганда и идеология. То есть, другого варианта нет. И что получается? Теперь вот эти вот 200 тысяч, они усиливают и усиливают удары. Вокруг стоит армия НАТО. Значит, российская армия с атомным оружием. Страшно. Мы должны молиться изо всей силы, чтобы остановилась война, чтобы Всевышний Всевышний, чтобы остановил. Ни в коем случае не кричать «бей, давай, стой до конца». Нет, остановитесь. Разойдитесь. Обязательно разойдитесь. Договоритесь о мире. По-любому нужно говорить только одной. Одна должна быть молитва, одна фраза, чтобы был мир. Иначе она зацепит всех и не дай Бог разрушится мир. Мы находимся вот в такой вот исторический момент. Исторический момент. Хорошо, дорогие друзья. Все, двигаемся дальше. Теперь жить во время чудес очень опасно, потому что, когда Всевышний делает чудеса, то с такой же скоростью идет раздача за неправильное поведение. Поэтому те, кто были в храме, например, есть известное такое знание, что во втором храме святая святых, вместо максимального проявления Всевышнего в этом мире, святая святых, Кодыша Акадашим в храме, там заходил туда священник, первосвященник, один раз в году заходил туда на Йом-Типуру. И его привязывали, веревка ему к наде привязывали, потому что, если у него были какие-то неправильные мысли, если у него были какие-то грехи, он тут же умирал, прямо там. И за 420 лет существования второго храма умерло больше, чем 350 священников. Каждый год священник умирал. И они все равно туда шли. То есть, люди тянутся к святости, но когда ты заходишь в святость, и в этой святости, в близости ко Всевышнему, ты начинаешь действовать неправильно, идет моментальная раздача. Представляете? Поэтому мы должны быть очень скромными. Самое важное качество это скромность и скромность это вот это убирание своего эго, а просто просить Всевышнего, чтобы Всевышний проявил свою волю, чтобы эта воля была мир. Все. Вот это вот очень важное такое качество. Теперь мы продолжаем изучать про жертвоприношение. Книга Ваикра, вся книга Ваикра про жертвоприношение. Как они были в храме и как приносили эти жертвы за грехи, жертвы благодарственные, жертвы всесожжения. Вот сейчас рассказывается про жертвы всесожжения. Когда же полностью сгорала эта жертва, всесожжение, она сгорала. Теперь это способ связи со Всевышним. Очень по жертвоприношениям есть большой спор. Одни говорили, одни говорили, мудрецы, что жертвоприношение, они, это просто символ. Это просто символ, в котором, в принципе, символично все выражается. И главное в жертвоприношении это та символика, та идея, которую получает человек во время того, как проходит это жертвоприношение. Но есть другие, это Рамбам, так говорит, я в двух словах упрощаю. Рамбам, он говорит по-другому. Он говорит, смотрите, если бы это было все так просто, только символика, да, если бы это была только символика, то тогда зачем Всевышний так точно и так детально и так ну невероятно прямо в миллиграммах рассказывает, какие должны быть эти жертвоприношения. Значит, в этом есть какая-то глубокая глубокая системная, какой-то есть в этом смысл для существования мира. Не только для, это не только символ для человека, который делает жертвоприношение или изучает его. То есть в этом есть реально какая-то, вы знаете, как я разговаривал с одним фармацевтом, директор крупной мировой фармацевтической корпорации, которая делает ну вот вакцин, вот эти все штуки. просто для примера у них есть одно лекарство, которое стоит 2 миллиона долларов за укол. 2 миллиона долларов. Я ему говорю, объясните мне, почему, как вообще это работает, почему стоит может один укол 2 миллиона долларов. Он мне объяснил, как это работает. Значит, компания разрабатывала этот укол в течение 15 лет. 15 лет они проводили эксперименты, чтобы создать некую молекулу, вот точно эта молекула состоит из каких-то компонентов, которые расставлены в определенном порядке, которые знают только они. Только эта фармацевтическая компания 15 лет они проводили эксперименты, инвестировали туда миллионы, десятки миллионов долларов, чтобы создать эту молекулу, которая при ее уколе она вылечивает какое-то очень важное генетическое заболевание, то есть уколол раз и ребенок, который без этого укола бы умер или там был всю жизнь инвалидом, этот ребенок он выздоравливает. Я говорю, послушайте, а как, почему вы это лекарство не сделаете бесплатным? Он говорит, вы понимаете, говорит, через патент на это лекарство, вот секрет этой формулы длится 20 лет и потом оно открывается всем и дальше это лекарство будет стоить там 100, 200, 300 долларов за укол, но мы 15 лет его разрабатывали и сейчас мы должны вернуть эти деньги, которые мы тогда в него вложили в создание этого лекарства, и значит потом оно станет доступно всем буквально через некоторое время. Теперь вот эта молекула, каждое лекарство, оно состоит из какого-то очень выверенного такого молекулярного кода, который вот именно если он такой, то это лекарство срабатывает, а если этот молекулярный код другой, оно не срабатывает. и по мнению Рамбана, жертвоприношения, которые детально-детально были выстроены, они как раз, эти жертвоприношения, они и были вот этим вот, как молекулярный код, который влиял на все, на структуру мироздания. Вот, значит, мы не будем дословно изучать этот молекулярный код, то есть, тут даже важно, как был одет коэн, когда приносил жертвоприношения. Написано, и наденет коэн мидо, бат, умихнасей бат. Он наденет льняные, льняную форму и льняные штаны. И лбаш, и вплоть до того, это важно, что оно должно быть точно его размера. Если он одел форму не его размера, не работает система. То есть, он должен быть одет по размеру. Вааримет, адешен, ашер, тухаль, аеш, это ула, аля мизбеах, ва само, это ула мизбеах. И он снимет золу вот этой сгоревшей жертвы, жертвенника, и положит возле жертвенника. Значит, дальше, что он будет делать? Ваэш, аля мизбеах, тукат, бо, лотих, бо, и огонь на жертвеннике, он все время, он горел, он горел, и не газ. Не газ вообще. Убер, алея, акуэн, этсим, баботир, баботир, ваарах, алея, аула, ваэктирале, хелбе, ашламим. И на вот этот вот постоянно горящий, постоянно горящий огонь коэн клал вот эти вот жертвы, и эта жертва, она сгорала. Каждый день были жертвы всесожжения. Что мы для себя можем из этого взять? Значит, давайте подведем итог. Когда ты заходишь в связь со Всевышним, в такую близкую, яркую, мощную, сильную связь, нужно понимать, что у этой связи есть две стороны. С одной стороны, Всевышний начинает делать для тебя чудеса и выполнять твои просьбы. С другой стороны, ты попадаешь в среду, когда ты под божественным светом, и все твои недостатки, они тоже сразу высвечиваются. Поэтому Всевышнему нужно служить просто, скромно. И если ты уже приближаешься, то нужно быть очень-очень ответственным и помнить об этом, что все работает в две стороны. Ты даешь и создаешь что-то в заповеди, помогаешь, учишь, тору и так далее, и потом ты просишь у Всевышнего, и Он для тебя делает. Все. Удачи всем и успехов, дорогие друзья. Удачи и успехов всем. Всего хорошего, счастья, любви, мира, главная мира, мира, и все будет хорошо. Все. Шаботов.